Резьба по дереву, изготовление грушек и сувениров из меха и кожи оленей и многое другое. В этнокультурном центре Ненецкого округа при поддержке Комитета по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера стартовали обучающие мастер-классы по народным художественным промыслам. Мероприятие проводится в рамках года оленеводства. Тему продолжит Александра Литкова. Изготовлению традиционной одежды на обучающих мастер-классах для представителей оленеводческих хозяйств округа уделено особое внимание. Этот вопрос крайне актуален. Не секрет, что в последние годы оленеводовичем работнице предпочитают традиционной одежде, современную. Даже для съездов, выездных семинаров и праздничных мероприятий. Узоры вот эти, называются оленей рога, шью для паницы. Потому что у меня паница только у бабушки шитая, которая еще из меха, а вот и сухонной паницы у меня нету. Поэтому я сейчас собираюсь шить сухонную паницу. Программа обучающих мастер-классов обширная и будет проходить на разных площадках. Это и плетение традиционных поясов, и узоры из бисера, а также резьба по дереву и рогу оленя. На одной из площадок мастер прикладного искусства Александр Литков показывает технику изготовления сувенирных нарт. Говорит, ничего сложного нет, если есть хороший материал и инструменты. Я использую и лобзик, и рубанок. Я делаю инструменты, например, из стамесок, стамески из отверток. Потому что для меня проще сделать инструмент и использовать его в работе. В то время как в тундре, конечно, настоящие оленеводы, пастухи, например, они могут сделать те же самые, такие же саночки, нарточки. Но используя не дерево, доску, например, то же самое, они используют уже, могут одним ножом, ненецким ножом, этим ножом они делают саночки из яры, из веточек ивы. Участие в мастер-классах приняли 12 представителей семи оленеводческих хозяйств из Красного, Неси, Индиги, Нельвиного носа и Наринмара. Проводить их будут специалисты из этнокультурного центра и приглашенные мастера народных промыслов. Я вижу, какой интерес вызвали эти занятия у мастеров. А то, что они здесь получат опыт, усовершенствуют свои знания, это вне сомнения. Потому что заниматься с ними будут ведущие мастера нашего учреждения. Это специалист по традиционной стилизованной одежде Дуркина Надежда Яковлевна. Это мастер резьбы по дереву Литков Александр Алексеевич. Мастера по сувенирной продукции, работе с мехом и кожей оленя. Теперь, кроме шитья повседневной одежды, чумработницы смогут заниматься и изготовлением сувенирной продукции. Как считают организаторы мероприятия, посещение мастер-классов – это не только обмен опытом, но и возможность в будущем получить жителям тундры дополнительный заработок. Изготовлением изделий народных художественных промо, с которыми мы их сегодня научим, можно заниматься именно в местах ведения традиционной хозяйственной деятельности оленя, в чумработнице. Поэтому мы их обучаем сегодня плетению поясов, резьбе по кости, резьбе по дереву, изготовлению национальной традиционной одежды. По окончанию мастер-классов 13 октября состоится вечер встречи ниньских родов. На них участники расскажут истории рода, особенности труда и отдыха, семейной кухни, воспитания детей и передачи ценного опыта из поколения в поколение и многое другое.